Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Есть такая профессия – людям помогать. Анапских медиков поздравили с профессиональным праздником. Неприятный дар Черного моря. Сезон борьбы с морскими водорослями открыт. Первые сотни кубометров комки вывезены с центрального пляжа. Тонны краски и киловатт из звука. Как в Анапе раскрашивают серые будни любители цвета, музыки и лета. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметили работники медицинской отрасли – врачи, фельдшеры, медсестры. Многие провели этот день на рабочих местах. Но сегодня анапские медики сменили белые халаты на нарядные платья и костюмы и принимали поздравления от благодарных анапчан и первых лиц города. В городском театре для них организовали праздничный концерт. Глава города-курорта Сергей Сергеев лично поздравил и поблагодарил медиков за их нелегкий, но благородный труд. Вы и ваша профессия для нас значима. Поверьте, вы очень и очень нужны жителям Анапы. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам, чтобы те, кто сегодня трудится, с удовольствием шли на работу и с чувством исполненного долга с удовольствием возвращались домой. А тот, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе, чтобы вас радовали ваши дети, внуки и самосознание того, что вы вложили в Анапу довольно серьезный вклад, за который мы вам по сей день благодарны, низкий вам поклон. Здоровья вам всего самого-самого лучшего. Поздравления принимали врачи и медсестры, провизоры и фельдшеры скорой помощи, ветераны отрасли. Лучших из лучших удостоили грамот и благодарности главы города. В Анапе более двух тысяч медицинских работников. Профессия всегда остается востребованной. В поликлинику на работу приходят молодые специалисты. Некоторые перебираются в Анапу из других городов. Софья Краснова приехала из Армавира три года назад. Говорит, что здесь она сможет повысить квалификацию и научиться чему-то новому. Благородная профессия. Помогать людям. Я сюда приехала ненадолго, привыкла к городу. Понравился город. Решила остаться. Высоко оценивают уровень здравоохранения в Анапе и работники со стажем. Елена Львовна работает педиатром в санатории Анапа уже 20 лет. А ее общий стаж более 30. Для нее медицина не профессия, а призвание. Я благодарна судьбе, что в моей жизни так случилось, что я эту профессию умею. Я считаю, что в жизни, в моей профессии, это то, чего я хотела, чего добилась. Я счастлива, что я именно врач, и не просто врач, а именно педиатр. Педиатрия – это то, что как бы… Мое призвание, наверное, не знаю, но я люблю свою работу и всегда с удовольствием хожу не только на работу, но и общаюсь с маленькими пациентами и их родителями. Медицина в Анапе постоянно развивается. За прошедший год в нескольких подразделениях был проведен капитальный и косметические ремонты. Закупили новое оборудование. Отделение переливания крови буквально оснастили заново. Отремонтировали регистратуру в городской поликлинике. Построены новые кабинеты врачей общей практики в селах. А благодаря программе «Земский доктор» в больницы и поликлинике только в прошлом году пришли 29 специалистов. В этом году их стало еще на 12 больше. Мы совершенствуемся, мы специализируем медицинскую помощь. То есть от простого осмотра терапевта, хирурга-травматолога мы переходим к узким специальностям. У нас узкие специальности выделены по легким, по почкам, роматологическим заболеваниям, гастроэнтерология. Я думаю, что пройдет не слишком много времени и перечень специальностей врачей, по которым мы оказываем помощь в нашей больнице, будет соответствовать перечню кровевых больниц. Кроме того, в планах построить офисы врача общей практики в усатовой балке и чеконе, расширить до 10-ти кое дневной стационар в станице Анапской. Это приблизит и сделает более доступной медицинскую помощь к сельским жителям. Сегодня в Анапе вспоминают героя России майора ФСБ Вячеслава Евскина. 19 июня ему исполнилось бы 57 лет. В 1996 году в ходе чеченской операции ценой собственной жизни он спас своих сослуживцев. Герой России похоронен на кладбище села Джигинка рядом со своим отцом. Почтить его память пришли родственники и однополчане. Майор погиб, а вот герой родился в бессмертной славном подвиге своем. Мы все майором Евскиным гордимся и будет помнить родина о нем. Родные, близкие и сослуживцы вот уже 21 год, 19 июня, собираются у могилы Героя России майора ФСБ Вячеслава Евскина. Сегодня майору могло бы исполниться 57 лет, но чеченская война оборвала его карьеру военного и жизненный путь. Но бессмертен его подвиг, как и память о нем. Он остался прикрывать всю свою команду именно сознательно, несмотря на то, что у него у самого был 8-летний сын. До командировки мы с братом очень переживали за то, что его могут туда забрать надолго. Он нам сказал, что родители меня бы поняли. Вечная память и слава героям таких России и всех, кто отдает свои жизни, чтобы мы жили спокойно и счастливо. Все работники, которые его знали с управлением здесь, в Анапе, все приходят и до сих пор приходят. Все его помнят, несмотря на то, что прошло 20 лет. 6 августа 1996 года чеченские сепаратисты окружили здание общежития сотрудников ФСБ в Грозном. Отказавшись сдаваться, около 90 сотрудников ФСБ приняли бой. В ночь с 8 на 9 августа, пытаясь в составе группы прорваться из окружения, Евскин получил тяжелое ранение и остался прикрывать отход своих товарищей. Он вел огонь по сепаратистам, пока не кончились боеприпасы, а затем подорвал двумя гранатами себя и окруживших его боевиков. Благодаря его мужеству спаслись почти 100 человек. Указом президента от 9 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, майор Вячеслав Евскин посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Ежегодно мы бываем на этой могиле, ежегодно мы посещаем памятник, который установлен на бульваре Евскина в городе Анапе. И помним его. И сегодня в подразделении в Анапе молодые бойцы тоже воспитываются на его примере. В третьем микрорайоне Вячеславу Евскину установлен памятник и назван его именем бульвар. Память о подвиге Героя увековечена и в Краснодаре. Там памятник установили в микрорайоне Юбилейный. Его же имя теперь носит и бульвар, на котором установлен обелиск. Идея принадлежала его родным и ветеранам Чеченской войны. При поддержке администрации края памятник был создан за два месяца. Бюст сегодня нашему кубанскому герою мы открыли. Поэтому и смогли пройти тот сложный для страны период, потому что он и еще многие, как он, отдали свои жизни за нашу великую страну. Вячеслав Евскин – это образец мужественности и патриотизма для современного поколения. И сегодня, в день его рождения, вспоминаются слова «Душу, Богу, жизнь, Отечеству, честь никому». Кодекс чести офицера для майора Евскина оказался священным. И он остался верен ему до конца. Наши коллеги телекомпания «Кубань-24» подготовили специальный репортаж о Вячеславе Евскине. Смотреть его сразу после программы новости. А мы продолжаем. В Анапе ликвидируют массовый выброс водорослей. Накануне шторм прибил к берегу тонны комки. Работы по уборке пляжей ведутся круглосуточно. Специалисты говорят, вода уже достаточно прогрелась и установилась благоприятная среда для обильного роста водорослей. Штормы и течения периодически прибивают их к берегу. Хоть сама по себе комка не несет никакого вреда, даже наоборот считается полезной. Тем не менее, борьба за чистоту пляжа ведется постоянно. «Был шторм. Выброс кемки произошел. Мы ее выточили на берег. Сейчас у нас работает 5 единиц техники, которые собирают и вывозят, чтобы завтра отдыхающие пришли, им было комфортно отдыхать». Комку с помощью специальной техники достают из воды, далее грузят в тракторы и вывозят с пляжа для дальнейшей утилизации. За чистоту на центральном пляже отвечает МУПАКУ. Работы по ликвидации водорослей специалисты предприятия проводят преимущественно в темное время суток, чтобы спецтехника не мешала отдыху жителей и гостей курорта. В этот раз с центрального пляжа вывезли порядка 250 кубометров комки и очистили более полукилометра прибрежной полосы. Более 55 миллионов рублей направлены на капитальный ремонт дорог в городской черте на условиях софинансирования из краевого бюджета. Предусмотрен ремонт двух участков Пионерского проспекта. Общая протяженность около трех километров. Улица Черноморская от проспекта Революции до Трудящихся, улица Краснодарская от Крымской до Чехова. Там ремонтные работы уже начались. Ночью приступят к ремонту главной курортной магистрали. Также капремонт ждет крупные участки улиц Красноармейская, Лермонтово и Гуголь. Работы ведутся в усиленном режиме и днем, и ночью. Глава города поставил задачу завершить ремонт в кратчайшие сроки. Анапа принимает олимпийских чемпионов. Именитые спортсмены посетили город-курорт с благотворительной акцией «Чемпионы детям». Акции направлены на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодого поколения. Мастера спорта проводят эстафеты и тематические викторины, а также ознакомят ребят с историей развития спорта в России и отвечают на вопросы. Делегация спортсменов посетила школу Олимпийского резерва в Субсехе и 10-ю спортивную школу в городе. Анапа устроила гостям радушный прием. Я хочу вас поздравить с этой праздничной встречей, потому что для города это очень важно и большое имеет значение. Передача эстафеты от олимпийцев к нашему спортивному резерву это имеет большое значение в вашем спортивном показателе спорта. Приезжают олимпийские чемпионы уже четвертый год. Олеся Зыкина – легкоатлетка, заслуженный мастер спорта. Чемпионка Европы в беге на 400 метров. В Анапе уже второй раз. По ее словам, курорт – идеальное место для занятий спортом. Город Анапа, по-моему, прекрасен. Я второй раз сюда приезжаю и второй раз абсолютно счастлива. Я бегаю по набережной, я бегаю по песку. Здесь прекрасные условия для того, чтобы заниматься физической культурой. Просто природные прекрасные условия. Я думаю, что спорт – это великий трамплин в жизни каждого ребенка. Спорт для меня открыл столько всего, много и прекрасно. Собственно говоря, он открыл для меня новую жизнь, потому что у меня появились новые друзья, новое общение. Закалился мой характер, я стала трудолюбивей, терпеливее, я стала целеустремленней, и я посмотрела мир. В общем, таки спорт для меня – это все, это моя жизнь, и это тот путь жизненный, который бы я хотела пожелать каждому ребенку. Свою физическую подготовку анапские спортсмены продемонстрировали в показательных соревнованиях по легкой атлетике, гимнастике, волейболу и другим видам спорта. У каждой команды свой олимпийский куратор. Так что тактику и стратегию отрабатывали на самом высоком уровне. Это большое событие. Сами олимпийские чемпионы, которые служили уважением во всем мире, безусловно, такая встреча вызывает радость и гордость, что у нас в стране есть такие люди. Само собой разумеется, что для Анапы это очень важно, что такие шикарные люди, такие великие люди приезжают к нам на наше побережье. Но это важно для детей, для того, чтобы воспитывать в них патриотизм, желание побеждать, желание показывать результаты, достигать высоких целей. Как отмечают организаторы, подобные встречи способствуют в целом развитию спорта. А такой опыт для начинающих спортсменов может стать первой ступенью на дороге к большим олимпийским победам. Яркими красками. Так Анапа встречает лето. На курорте прошел традиционный фестиваль красок. Под зажигательную музыку диджеев на большой площадке близ озера Суко развернулось по-настоящему красочное действие. Участники фестиваля раскрашивали серые будни друг друга яркими красками. О том, как это было, в следующем сюжете. Тонны краски и киловатты звука. Слоган фестиваля красок в Анапе 2017 как нельзя лучше характеризует идею развлекательного мероприятия. В этом году любители музыки и цвета собрались в поселке Суко. Живописные пейзажи знаменитого Кипарисового озера дополнили яркие краски и летние хиты. Очень весело. Все прям замечательно. Краски, эмоции переполняет. Фестиваль красок или холи, как его еще называют, индуистский праздник весны. Так полюбился своей оригинальностью и весельем, что теперь его празднуют во многих странах мира. В нашей стране и в частности в Анапе фестиваль набирает обороты с каждым годом. Я была в прошлом году здесь. И с каждым годом тут постоянно все улучшается. Здесь очень круто. Просто очень безумное веселье. Конечно, большинство участников фестиваля красок – это подростки и молодежь. Но и старшее поколение не отстает от своих активных детей. Дети нравятся. Дети уже не первый раз на фестивале. И нас притащили тоже бабушку и меня. Веселое фестивальное лето в Анапе началось яркими красками. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» колбаса «Ветчинная» 209,90. Сосиски «Родионовские» 269,90. Сервилат «Российский» 319,90. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. 20 июня в Анапе ожидается переменная облачность. Возможно, дожди. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 18 и выше ноля. Ветер переменный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса. «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-регион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин